Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в выпуске. Доходы и расходы. Федеральная налоговая служба Чуваши подвела итоги работы. Профессионалы своего дела. В Чебоксарах открылся чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Качество жизни. Как проходит реабилитация после сердечно-сосудистых заболеваний. Муниципалитеты республики подводят итоги социально-экономического развития. В этот раз в центре внимания Мариинско-Посадский район. За 2018 год объем инвестиций в Мариинско-Посадский район за счет всех источников финансирования составил 127 миллионов рублей. Реализовано 5 инвестпроектов общей стоимостью 61 миллион. Предприниматели в прошлом году создали 15 рабочих мест. Сейчас в районе продолжается реализация еще двух проектов общей стоимостью 80 миллионов. Мариинско-Посадский маслозавод активно расширяет ассортимент. Там открывается новое производство по переработке семян подсолнечника. А в Приволжском сельском поселении продолжается реконструкция фермы для разведения овец. Главный источник собственных доходов района – агропромышленный комплекс. Всего в районе 14 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Общая площадь зерновых сельхозорганизаций ИКФХ составила 8 650 гектар. Картофеля 169 гектар, овощей 18 гектар. Произведено 18 700 тонн зерна, или 117,6% к плановому показателю, 3,4 тысячи тонн картофеля, к сожалению, мы не достигли показателей главного, 77,3% к плановому показателю, и 700 тонн овощей. Десятки лет назад именно этот район был крупным производителем хмеля. Потом потребность в этой культуре сошла на нет. Сейчас в районе возрождают хмелеводство, пока на небольших площадях. У нас в свое время в Марпасадском районе было в пределах 100 гектаров хмельников. А то, что на сегодня, мы в прошлом году договор заключили сельхозакадемией, наш родной сельхозакадемией, вот они решили у нас выращивать хмель. На сегодня мы им дали, согласно договору аренды, они оформили 8 гектаров. Это в шоршевском сельском поселении под хмель. Нашелся и предприниматель, который занял часть бывшего здания Маринско-Пасадского спиртзавода. Закупил оборудование и собирается налаживать там небольшое производство пива, именно по старой рецептуре. В сутки планируют производить 300 литров. Также на малом предприятии будут разливать артезианскую воду. В прошлом году удалось ввести в оборот 1600 гектаров. При всем этом в районе еще остается 3500 гектаров необрабатываемых земель. В администрации активно ищут желающих заниматься хмелеводством и другими видами сельского хозяйства. Еще одна проблема – задолженность за аренду муниципального имущества и земель. Она увеличилась на 35%. Из-за этого недополучает средства местный бюджет. За аренду там земельного участка и имущества почти 6,5 миллионов рублей. Это уже конкретно ваша работа, ваша управленческая команда. Почему не можем до сих пор взыскать все эти долги? Основная доля всех долгов ложится на четыре организации. За бездействие должностных лиц нужно привлекать к ответственности, подчеркнул глава Чуваши. Также в муниципалитете в последние два года падают темпы строительства жилья. Даже сейчас в Морпосаде не возводят ни один многоквартирный дом. Глава Чуваши отметил, что при таких условиях невозможно привлечь инвестиции в район. Да и молодежь не захочет жить в таких условиях. Нет строительства, нет развития других отраслей, смежных отраслей. Вы остановитесь. Жители Моринско-Посадского района попросили Михаила Игнатьева посодействовать в строительстве дорог. Так, например, дорогу к деревне Межули первочурашевского сельского поселения должны были построить еще несколько лет назад. Но ее до сих пор нет. А сроки строительства продолжают переносить. Очень назрел капитальный ремонт автодороги Волго-Моринский посад-Октябрьская-Козловка. Глава региона взял эти вопросы под контроль. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Очередь дошла и до столицы. Итоги развития Чебоксар за 2018 год обсудили на расширенном заседании городского собрания депутатов. В 2018 столица активно готовилась к предстоящему 550-летию. Город участвовал в ряде федеральных проектов. Итоги работы прошлого года дали плоды в нынешнем. Столица получит финансирование на обновление центральной части города – Красной площади и залива. По федеральным проектам оздоровления Волги и чистая вода в ближайшее время начнется строительство очистных сооружений для ливневой канализации и водопровода в поселке Чандрово. Из того, что вспомнят сами горожане, в прошлом году запустили новый московский мост. Продолжился масштабный ремонт городских дорог. Иными словами, с привлечением инвестиций проблем нет. Чего не скажешь о собственных доходах. По сравнению с 2017-м рост только на 2%. Хотя должно было быть почти в два раза больше. Подробнее о том, каким стал 2018-й для столицы республики, завтра в программе «Республика» в 20.00. 33 миллиарда рублей налогов поступило в прошлом году в консолидированный бюджет республики. Эта сумма на 4 миллиарда больше, чем в 2017-м. Итоги работы по другим направлениям обсудили на коллегии управления Федеральной налоговой службы по Чувашии. Основные налоги, которые сформировали доходы консолидированного бюджета Чувашии в 2018-м, это НДФЛ, налог на прибыль и имущественное. Они показали хороший рост. На сложившийся темп роста НДФЛ повлияли результаты контрольных мероприятий. Так, за 2018-й год в бюджет дополнительно поступило порядка 105 миллионов рублей. Есть и другие резервы поступления НДФЛ, с которыми надо активнее работать. В частности, работа по легализации налоговой базы. Устройство на работу без оформления трудового договора, неофициальная зарплата или зарплата ниже прожиточного минимума. Основные нарушения работодателей. Сотрудники налоговой, прокуратуры и представители органов власти регулярно проводят проверки. За 2018 год оперативными рейдами охвачено порядка 4000 субъектов предпринимательства. И в результате проведенных мероприятий по легализации трудовой деятельности, дополнительное поступление налога на доходы физических лиц составило порядка 80 миллионов рублей. Что почти в 4 раза больше, чем это было в 2017 году. Эффективное сотрудничество ведомств отметила глава Чувашии Михаил Игнатьев. В последние годы стабильно обеспечивается рост доходов канцеллированного бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета и в целом канцеллированного бюджета Чувашской Республики. Это как раз заслуга вашей работы, нашей совместной деятельности. И то, что органы правопорядка конструктивно взаимодействуют органами государственной власти, органами местного самоуправления. И деловое сотрудничество налажено с прокуратурой и прокурором Чувашской Республики. На коллегии поставили задачи на этот год. Среди них обеспечить поступление доходов в полном объеме, снизить задолженность относительно начала года и завершить третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Сейчас в республике работают 22 тысячи умных касс, что на 100% соответствует показателям реформы первых двух этапов. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика. Вопросы развития агропромышленного комплекса, в частности перерабатывающих предприятий, обсудил сегодня Совет Старейшин Республики. Обеспечение жителей здоровой и экологически чистой продукцией – одна из основных задач, стоящих перед отраслью. Перспективы и задачи пищевой промышленности обсудили на примере одного из старейших предприятий отрасли – хлебзавода номер один. Генеральный директор Елена Бадаева – опытный управленец, прекрасно понимающий, что запросы потребителей постоянно растут. Все больше людей предпочитают вести здоровый образ жизни. Следовательно, повышаются и требования к качеству продукции. Именно поэтому каждое предприятие должно постоянно внедрять новые технологии, позволяющие максимально сохранить натуральность продукции. Заседание проводим, в основном выездное заседание. В прошлый раз, вот, прошлое заседание было у нас выездом в республиканскую больницу. А тогда рассмотрели вопрос, связанный с улучшением медицинского обслуживания населения. А сейчас вот с целью, чтобы посмотреть, как решаются проблемы, связанные удовлетворением именно потребностей населения, которые ставят как раз Путин в своем послании федеральному собранию. Кроме того, Совет Старейшин при главе Чувашии обсудил и вопрос о улучшении инвестиционной привлекательности республики и задачи, прозвучавшие в послании президента страны. Сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, одна из главных причин смертности или инвалидизации людей не только старшего, но и трудоспособного возраста. Вовремя оказанное правильное лечение позволяет увеличить продолжительность жизни пациента и улучшить ее качество. Один из важнейших этапов лечения – реабилитация. Это направление успешно освоили в городской клинической больнице номер один. Первые шаги космонавта по поверхности планеты и первые шаги пациента после инсульта. Робот-тренажер помогает восстановить навыки ходьбы. Увеленно надо стоять. Нравится вам так? Нравится, очень нравится. Оборудование для восстановления функций кисти, баланса, терапии верхних и нижних конечностей. Так пациенты проходят механотерапию. Сейчас мы попробуем нарезать еще раз. Для того, чтобы в домашних условиях мы смогли приготовить себе обед. Любовь Кротова перенесла инсульт в январе. После болезни ничего не могла делать самостоятельно. Правую сторону полностью парализовала. Сейчас она восстанавливает БУ-активность. В помощь – эрготерапия. Пациентов адаптируют к окружающей среде. Уже немножко я готова даже. Потому что после больницы в Канаше я уже себя очень плохо чувствовала. Даже не знала, как дальше жить. А тут как-то они дают уверенность. Движение пошло у меня. Стало чувствовать стопу. Реабилитация комплексная. Есть еще массаж, физиотерапия и лечебная физкультура. В стационаре пациенты находятся две недели. Затем переходят на амбулаторное лечение. В год здесь проходит восстановление тысячи пациентов. Вот этот комплексный подход позволяет максимально короткие сроки восстановить пациента. Или полностью, или хотя бы частично. Средние такие цифры – это, в общем-то, мировая тенденция. Где-то 30-40% улучшения степени именно самообслуживания. Вот это такие показатели примерно среднем мировые. Мы их достигаем. 65. Оставить? Да, лучше оставить. Или поменьше сделать? Нет, нет, давайте так. Хорошо. 65. Это пассивная разработка коленового стола. А это уже физиотерапия в травматологическом отделении. Здесь восстанавливаются пациенты, которые перенесли операции на порно-двигательном аппарате. Оборудование разное. Вот это для укрепления стенок сосудов и профилактики тромбозов, что важно после эндопротезирования. Некоторые пациенты проходят лечение в палате. Я вам сейчас магнитно-постанка на коленовый стол. Одна-две недели в стационаре, затем дальнейшая реабилитация. Полторы тысячи пациентов в год получают качественное восстановление. Всем пациентам важно понимать, как правильно вести себя в жизни, как пользоваться костылями, правильный стереотип походки, научить правильно спускаться и подниматься по лестнице. То есть каждый наш пациент должен вернуться домой, понимая, что он в общем и целом готов к самостоятельной жизни, даже несмотря на то, что это ранние сутки после операции. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Чувашия вошла в пятерку лучших регионов России по развитию жилищного рынка. Аналитики международной аудиторской консалдинговой сети финэкспертизы сравнили субъекты страны по количеству выданных ипотечных кредитов и доли ветхого жилого фонда. Эксперты сопоставили количество жителей региона, подпадающих под требования банков к заемщикам, с количеством выданных в регионе кредитов. По результатам такого анализа выяснилось, что в Чувашии в прошлом году ипотеку взял каждый 48-й житель. Таким образом, республика вошла в число регионов с благоприятным соотношением объема ветхого жилья и динамики развития ипотечных займов. Сдача единого государственного экзамена – непростое испытание. И как бы к нему ни готовиться, волнения еще никто не избежал. А сегодня ЕГЭ сдавали родители столичной школы номер 56. Чебоксары в числе других городов стали участниками ЕГЭ для родителей. Проверяли свои знания, конечно, добровольно. Желающих набралось немало. Задания готовили специалисты Рослабнадзора. Родители прошли, что называется, все круги. Начиная с захода в школу и кончая размещением в классе. Регистрация, заполнение бланкового процедура контроля. В системе нет мелочей. Там был отрывок из произведения Есенина. И необходимо было поставить знаки припинания, запятые именно в обращение. Были небольшие сомнения, потому что там все семь, получается, пропусков. И все семь запятых надо было поставить. Ну, я надеюсь, что справился. Вернее, не надеюсь, а точно справился. На самом деле, в содержательном плане и русский язык, и все остальные предметы, да, с одной стороны, непростые, но если в течение всех 11 лет последовательно изучать учебный предмет, то, конечно же, можно сдать экзамен на высокий балл. Пробный экзамен, как родители прошли, уполномоченные по правам ребенка Елена Сапаркина и первый заместитель министра образования и молодежной политики Республики Алевтина Федорова. Они, как никто другие, понимают, как важно в это сложное время поддержать своих детей, создать им комфорт. Внутренняя уверенность очень повлияет на будущие результаты. Свои выводы после сдачи ЕГЭ сделала и депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Родители еще продолжают задавать вопросы, насколько наши дети способны быть стрессоустойчивыми в таких обстоятельствах. Я, как человек, который проходил эту процедуру, и я проходила ее вместе со всем потоком, конечно, дети стрессоустойчивы, реагируют нормально. Но зависит, конечно, от индивидуальных особенностей. Мы старались даже где-то и поддержать друг друга. Ребенок должен быть заранее настроен, что таких экзаменов в жизни будет очень много, и ответственных периодов в жизни тоже будет очень много. Почувствовав себя школьниками на время, многие родители поняли, что ЕГЭ не так страшен, как порой кажется их детям. Цель – узнать, пройти, изучить доступное, то, что ЕГЭ все-таки он доступный, и не бояться его в дальнейшем, объяснить своим детям об этом. Далее блок рекламной информации. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В Чебоксарах стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. Студенты и молодые специалисты поборются за звание лучших в своих компетенциях. С потенциальными чемпионами познакомилась Юлия Важенина. В 80 стран, 500 чемпионатов и более 100 тысяч участников ежегодно движение WorldSkills набирает обороты. И Чувашей не исключение. В этом году мы принимаем чемпионат у себя в 8-й раз. Здесь, в ДК Чугуру, собрались настоящие мастера своего дела на торжественном открытии. В настоящий праздник превратилось в официальное открытие чемпионата песни, танцы и, конечно, представления участников. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Воронежская, Кировская, Тверская области. Всего 12 регионов приехали в столицу Чувашии. Дерзайте, потому что вы сегодня покажете то, что будет нужно экономике каждой субъекта Российской Федерации в будущем. Я думаю, что те гости, которые приехали к нам, участвуют в нашем открытом чемпионате, тоже имеют хорошую подготовку, имеют хорошие традиции. И наш чемпионат седьмой действительно является достаточно масштабным. Мы готовим хорошие кадры не только для экономики Чувашской Республики, но и для экономики Российской Федерации. Программа чемпионата рабочих профессий очень насыщена. Студенты соревнуются в 40 компетенциях, школьники в 11. Всего демонстрировать свое мастерство будет более 300 участников. Для большинства из них это производственная практика с элементами состязания. Движение WorldSkills сейчас это уже не только чемпионаты, оно уже выстраивается в полноценную систему профессионального образования и развития компетенций. И Республика Чуваши очень активно участвует в развитии движения, в развитии компетенций, что свидетельствует о том, что в регионе работает очень профессиональная, слаженная, очень увлеченная команда. Кирпичная кладка, геодезия, флористика, поварское дело. Количество площадок с каждым годом увеличивается. Я участвую первый раз по компетенции технологии модуль. На чемпионате мы будем моделировать, конструировать и шить. Первый раз на чемпионате и Егор Селиванов. Он будущий пожарный. Там много заданий. Например, достать пострадавшего из ДТП, из завала, надевание боевой одежды пожарного, боевое развертывание. Но эта профессия для меня самая героическая из всех профессий. Я считаю, что профессия пожарного очень нужна профессия в жизни. Для жюри участников чемпионата уже настала горячая пора. График соревнований достаточно плотный. А результаты станут известны в день закрытия чемпионата 1 марта. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. С 1 марта этого года будет закрыта привокзальная автостанция в столице республики. Там находились начальные и конечные остановочные пункты 36 муниципальных автобусных маршрутов. В том числе в Новочебоксарской, Шаке, Эльборусовой, Яуши и другие. Список можно посмотреть на сайте Минтранса. Все они будут перенесены на пригородный автовокзал по адресу улица Привокзальная, дом 3. Он расположен напротив завода «Электроприбор». Иных изменений при перевозке пассажиров по данным маршрутам не планируется. Пригородный автовокзал будет обеспечивать прием автобусов, продажу билетов, посадку пассажиров и отправление автобусов в рейс, согласно расписанию. Исполнилось 25 лет со дня выхода в свет первого выпуска газеты «Сувар». Она издается в Татарстане. Республиканская общественно-политическая газета сейчас выходит в печатном и электронном виде. В честь юбилея журналисты чувашскоязычных средств массовой информации собрались в Казани. Где бы они ни жили, их объединяет родной язык. Газету «Сувар» читают и за рубежом, и в Чувашской республике. А издается, верстается и пишется она в Татарстане. В соседней республике проживает более 116 тысяч чувашей. Для них на родном языке издаются 4 районные газеты и одна республиканская «Сувар». Хорошо, что есть электронная версия газеты. И наша молодежь, она читает все-таки, но электронная версия. Очень доступно, очень быстро. Каждый материал, вот журналист увидел мероприятие, какое-то событие случилось. Это через 5-10 минут это уже доступно для читателей. Газета «Сувар» это источник информации и своеобразный символ возвращения к общим истокам. На торжество по случаю юбилея собрался полный зал. Благодарность получили сотрудники редакции и внештатные корреспонденты. А выступление артистов из Чувашии стало замечательным подарком ко дню рождения. Это все новости на сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова